Итак, друзья, секрет шефа номер один. Все друзья, у меня они все закорблены. Ух ты! Ого! Вау! Слайм для взрослых. Пусть будет так. Секрет шефа. И щепотка ванили. Яичные белки для приготовления меренговой основы можно отделить самостоятельно. Или же купить готовый бутилированный и пастеризованный белок. Важно не допустить попадания желтка в массу для взбивания. Нам понадобится миксер, желательно мощный, чтобы ускорить процесс взбивания белка. В бытовых условиях это тоже можно сделать? Это возможно, да, но просто это займет намного больше времени ручным миксером. Я вам сейчас покажу просто, какая консистенция должна быть белка. Поэтому думаю, что проблем не должно возникнуть. Мы добавляем 160 грамм яичного белка. 200 грамм... 250 грамм сахарной пудры. Это крахмал, да? Он для чего? Да, крахмал кукурузный я использую в основном, потому что он имеет... Ну, вернее, он не имеет, да, ярко выраженного вкуса, да, и он... Не проблема то, что у нас чуть-чуть? Нет, абсолютно. Так, или буквально чуть-чуть ванили. Так, крахмал, потому что он не имеет ярко выраженного вкуса? Ярко выраженного вкуса, да. Он лучше связывает воду. Ну, при выпечке он ведет себя намного стабильнее. И благодаря нему сердцевинка самой Павлова и самого пирожного будет иметь такую тягучую текстуру, и нам это именно нужно. То есть сверху Павлова будет у нас хрустящая, а внутри мягкая тягучая. Все, мы ставим, взбиваем. Сначала на средней скорости, постепенно мы скорость будем увеличивать. Еще одно уточнение. Тань, подскажи, пожалуйста, белки какой температуры должны быть? Ну, желательно охлажденные, не комнатные. Они должны быть теплые, не комнатные. Дежа миксера или сам миксер ручной, он должен быть обязательно обезжиренный. Если попадет капля жира, мы все испортим. Нам придется все делать заново. Тань, пока взбивается, мы можем подготовить противень? Да, конечно. На качество программата я бы тоже обращала внимание. Тут именно чем дороже, тем лучше. Желательно селегонизированный. Теренизированный, ничего себе. Потому что Павлова не должна прилипнуть у нас после выпечки. Обычный пергамент, он такой плотный, да, желтого, коричневого цвета? Да, этот пергамент получит селегонизированный. На нем очень удобно отпекать ее. А на нем она не плывет, не прилипает. Бисквиты на нем тоже шикарно получаются абсолютно. Где приобрести такой пергамент, смотришь? Да, в наших магазинах он есть. Ну вот, у нас, в принципе, уже белок стабилен. Ух ты! Вот такой он должен получиться. Вот, жесткий клюв называется. То есть мы, когда ее опускаем, вот он держит прекрасную форму. Это такой кондитерский термин, да, прям? Да, если мы перевернем дежу. Должно у нас все быть на месте абсолютно. Как это теперь перелили? Это все теперь в пакет необходимо, да? Да, да. У нас кондитерский мешок. Способов отсадки именно Павловой миллион. То есть здесь кому как удобно, кто как хочет. Здесь все зависит уже от мастерства, сноровки, желания. Вот, но мы будем делать. Она потом увеличится еще в размере? Нет, она не увеличивается. Можно мне тоже от нее попробовать сейчас? Это мастер-класс. Да. В общем, размеры она может быть абсолютно любой. А мы, получается, серединку оставляем незаполниной, да? Да, мы делаем по принципу колодца. Гнезда, колодца. Не знаю, кому как удобно, кто как ее называет. Для чего мы оставляем серединку? Для того, чтобы потом наполнить ее ягодным конфи. Итак, друзья, секрет шефа номер один. В Павлову мы добавляем ягодное конфи. Давай. Для этого мы сердцевинку оставляем незаполненной. Вот так? Ну, почти, Маша, да. Только одно мы должны закрыть. Да, все верно. И по кругу. То есть нам нужно, да, по сути, нарисовать колодца. Смотри, у тебя такие ровные получились. Для этого нужна сноровка, опыт. Это точно. Это мы можем уже отправлять в духовку? Да, духовку мы разогреваем для начала до 150 градусов. Отправляем нашу меренговую заготовку в духовку, заранее разогретую до 150 градусов. Затем выставляем температуру 60 градусов, при которой они будут выпекаться 2-2,5 часа на режиме без конвекции. Получилась вот такая невероятная красота. Теперь расскажи, как мы будем это все наполнять и чем? Так, ну, в серединку, как я говорила, Павла у нас с секретом. Мы заранее приготовили из пюре маракуйи конфи. Подходит, на самом деле, любая кислая ягода, любой кислый фрукт. Очень вкусно ее готовить еще с черной смородиной, красной смородиной, с малиной. Это все дело вкуса, но мы готовим по классике, по австралийскому рецепту. Именно в Австралии используют пюре маракуйи. В Британии только с малиной. В крупных супермаркетах и интернет-магазинах продаются уже готовые консервированные пюре. Для приготовления конфи можно использовать их или же измельчить в блендере ягоды и фрукты на собственный вкус. Мы использовали пюре маракуйи. Его необходимо заранее подогреть на плите, добавить сахар и пектин, затем остудить. Наливаем конфи. Да, ну здесь уже опять же дело вкуса. Кто любит больше, кто любит меньше. Я люблю, чтобы было много. Десерт Павловый, кстати, подается, ну сервируется, вот оформляется только перед подачей. То есть он не хранится. Срок жизни его это буквально 6-7 часов в холодильнике, потому что он очень нежный. Сверху мы сейчас будем готовить крем и украшать свежие ягоды. Для этого лучше нам переложить уже сразу на сервировочное блюдо. Поэтому мы уже как будем подавать, потому что с кремом это будет потом все намного проблематичнее. Ой, какая красота получается! Для крема нам понадобится творожный сыр, сливки и сахар, либо сахарная пудра. Если сахар, то он обязательно должен быть некрупный. Сливки 33%, да? Да, сливки обязательно 33%, только они взбиваются. А в соотношении на 500 грамм сыра идет где-то 200 грамм сливок. Чтобы приготовить крем-чиз, смешайте в чаши миксера все ингредиенты и взбейте их до однородной консистенции. Ух ты! Какой крем тоже густой! Крем у нас готов, да, он однородный, хорошо взбитый, без кусочков сахара. Все как и должно быть, он стабильный, он не плывет. Вот, ну и опять же мы его прикладываем в кондитерский мешок. Вот. И отсаживаем на саму палу. Самый популярный расходный материал у кондитера – это мешок. Кондитерский, который одноразовый, да. Все, по тому же принципу, нам нужно обязательно закрыть. Ого, они всегда такие высокие получаются, да? Явленная конфи, да. Давай-ка я тоже попробую, обязательно, да. Сейчас я свои украшу. Надо, да, правда, приноровиться. Так, воздух у меня тут попадает. Да, мешок. Вот так? Пусть будет так. В общем, с Павловой тут как раз самый случай, когда ни кремом, ни, вернее, ни количеством крема, ни количеством начинки ее точно не испортишь. И ягоду, она очень любит ягоду. Сверху мы будем украшать. Все равно у меня, да, осталось? Очень страшно. Почти постаралась, попыталась. Я, правда, друзья, очень старалась. Но навыки нужны в этом кондитерском вопросе. Без навыков никуда. Все? Ну и ягода. И ягода. Все просто. То есть мы выкладываем хаотично, как мы хотим. Из того, что у нас есть, мы выкладываем сверху. Прямо с веточками, да? Да. Ну, если веточка хорошая, да. Если веточка зеленая, вот, потому что ягода бывает тоже разная. И очень красиво, когда сверху идет у нас фисташка. Фисташку тоже это заготовка или это ты сама ее дробила? Я ее, да, заранее подготовила. Она приходит мне цельными орехами, уже сразу очищенными. Не соленая, да? Нет, это не соленая фисташка, не жареная, потому что жареная не имеет такого яркого цвета. Почему, кстати, называется Павлова? Знаменитая балерина Анна Павлова гастролировала. Она была с гастролями в Австралии, и один из шеф-поваров был вдохновлен. Ее пачка, именно пачка, не ее танцами. И приготовил вот такой вот легкий десерт, который ему вот напоминал вот... Балетную пачку. Балетную пачку, да. Все, друзья, десерт Анны Павловой у нас уже готов. Хочу показать вам, какая невероятная красота получилась. Уверена, что и очень вкусно. Чуть позже мы это попробуем, а пока перейдем к клубничному... Крамблу. Нам нужно сейчас будет отвешать ингредиенты. Это у нас сахар, прежде всего. 25 грамм у нас идет муки. Муку, кстати, можно использовать цельнозерновую. Кто любит, кто за этим очень... Такой легкий десерт, да, получается? Да, кто за этим очень следит, то, пожалуйста, тут как бы вообще проблем не должно возникнуть. Так, затем у нас идет 25 грамм миндальной муки. Она даст нам прекрасный ореховый вкус, это точно. Хруст. Орех. Орех можно использовать любой, но у нас здесь фундук, 25 грамм у нас ореха. 50 грамм хлопьев овсяных, желательно не быстрого приготовления. Чтобы не разварилось, не размягчилось, да, это все? Нам нужна текстура, обязательно. Пока что это мюсли, да? Ну, да. И масло сливочное, масло сливочное нам нужно будет 50-60 грамм. Но мы сейчас будем смотреть. Это нам нужно теперь все перетирать в кружку. Перемешать, да? Да. Это все руками мы будем перетирать? Да, это можно делать руками. Вау, все, слайм для взрослых. Классно. Да. Масло не должно быть слишком мягким. Не комнатной температуры, а вот из холодильника, но и не замороженное. Оно холодное. Оно холодное. Приятно. Да, получается такое прям для развития мелкой моторики детей и взрослых. Да, кстати, да, можно с детьми вообще, дети очень любят. Сейчас мы будем выкладывать начинку заранее приготовленную. У нас она клубничная. Вот такие вот кокотницы. Можно делать одним большим порционным пирогом. Можно делать порционные керамические вот такие вот, как кокотницы. В принципе, здесь кому как удобно. Вот по поводу начинки. Начинка выкладывается всегда на дно. И сверху выкладывается крошка. Начинку мы приготовили заранее. Она должна быть охлажденная. У нас клубничная начинка. Это клубничное пюре с кусочками клубники с добавлением лайма. Приваренная с кукурузным крахмалом. В соотношении где-то на 300 грамм ягоды. У нас идет 100-120 грамм сахара и 7 грамм крахмала. Все это мы провариваем буквально минуты 2-3. То есть начинка прям максимально с сохранением вкуса. Можем приступать. Все на глаз? Да. Ну, в принципе, да. Мы же делаем для себя. Таня, а ты сама часто ешь десерты? В основном нет. У меня сложно ехать. Я пробую. Когда мы где-то путешествуем, куда-то выезжаем, я обязательно. То есть я прям составляю себе маршрут. Где бы я хотела, чтобы где бы я хотела попробовать обязательно. Вот. Ну, а так нет. И наверх мы выкладываем. Ну, быть кондитером и сохранять хорошую фигуру, это значит не есть свои же десерты, да? Ну, как бы да. Свои, по крайней мере. Ну, зато вот все друзья, у меня они все закорблены. Начинка должна быть полностью закрыта. Да. Да. Кокотницу нам теперь нужно поставить в заранее разогретую духовку до 150-160 градусов. Опять же, без конвекции. Мы запекаем до золотистой корочки. Достаем? Да, достаем. Достаем наш красивый каламбл. Так. Все, теперь мы украшаем шарик мороженого, его обязательно нужно подавать теплым. Чтоб мороженое растаяло. Да, мороженое должно подать. Получилась такая ресторанная действительно подача. Претендует на звезду Мишлена? Не меньше. Уверена, что очень вкусно. Сейчас мы выключим камеру и все это обязательно попробуем. Друзья, с вами была программа «Секреты шефа». Татьяна, я тебя благодарю за то, что ты поучаствовала. Раскрыла нам свои тайны. Пока лето, ягоды, все в самом цвете. Попробуйте дома приготовить такие десерты. Уверена, что у вас обязательно все получится сделать это на собственной кухне. С вами была программа «Секреты шефа». Пока.